всем здорово дорогие мои друзья вот он аванджер экипированные под дальники я готов выезжать в город казань поеду в казань отдохнул и следующий день субботу посвящу поездке на остров сияжск святое место схожу там церковь посмотрю как там и что все с собой взял все самое необходимое телефон буду как навигатор крепить сюда это понадобится для передвижения по казани погода сегодня хорошая не жарко так что дорогу так я проехал где-то 65 километров погода офигенская просто круто это вот сам самое мое любимое время когда облака и вроде бы спокойная белая но они немножко серым цветом потому что в них влага самая живая природа товарищ мой идет хорошо я иду 98 100 118 разгонялся как бы хорошо он идет ну по gps у наверное километров 90 100 так хорошая скорость для него на 15 звездочки остановился одеть на коленнике без них ехал вроде как жарко казалось но все равно на всякий случай одел потому что не очень жарко нормально вот такая погода самая классная можно в экипировке ехать ну конечно я теплая у меня всякая есть собой если будет холодно я прекрасно экипирован на любую погоду все поеду дальше родной лукойл это последний лукойл перед татарстаном республика татарстан республика удмуртия бурки заканчивается вот мусорка здесь где удмуртия а там татарстан и поля собаки какие-то бегают непонятные мелкие друг за дружкой но обычно собаки очень агрессивные бывают на мотоциклистов у меня был отпугиватель очень дорогой мощный но походу я его в путешествиях своих потерял что хочу сказать ехать на мотоцикле с удобным седлом с гарнитурой на шлеме в хорошем шлеме который не шумит не свистит это так клёво конечно музыку я слушаю аккуратно когда говорится не слишком громко делаю ну нормально но все-таки бывают такие моменты на трассе когда бывает едешь и там обгоняешь кого-нибудь соответствующая музыка играет там пилишь по трассе тоже музыка создает нас настроение вообще и классическая и рок всякое всякое все-таки гарнитура в шлеме это очень нужная вещь и позвонить куда-то и ответить там на звонки важные когда ты в путешествие как без этого раньше я без этого ездил но это конечно и совсем не то алиэкспрессная гарнитура вещь она конечно не совсем дешево стоит но не так дорого как у официальных дилеров там в ямахе например на 15000 может стоить а на алиэкспрессе 3000 bluetooth гарнитура экипировался я по полной так что все хорошо поездка очень радует не жарко вот это самое главное ладно а я проехал что-то 170 километров по моему сейчас почитаю какой расход у меня заправки я залился кстати по расходу я считаю ведь расход у меня вот я залил сколько бензина по полный бак под горлышко езжу потом смотрю пробег и сколько бензина влезло и высчитываю а это бывает разница потому что это ты его программах прогреваешь где-то ты газуешь где-то спокойно ездишь но для меня в целом расход все равно больше трех литров больше трех с половиной ну наверное три с половиной потому что я тяжелый у меня одна багажная система весит 8 килограмм кофры полная мотоцикл тяжелый со мной и как я на нем езжу тот кто ездит пустой легкий маленький конечно у вас расход может быть 332 внутри то не знаю может быть внутри два вполне почему бы нет ладно сейчас буду высчитывать расход поеду у меня вкусный обед натуральные ямальские консервы без всяких химикатов яички вареные это самое лучшее что можно взять в путешествие они не портятся и это чистые белоки углеводы с хлебушком с маслицем все можно чистить сейчас поем и дальше пилить будут огромный удобный кофр всю одежду я в него складываю и рюкзак с которым я буду гулять по слияшску очень удобно слишком тяжелого туда железа и воды я не кладу просто много одежды всякой а здесь у меня тяжелое железо вода и да и здесь сейчас гарнитура подзарядиться на всякий случай и конечно надолго хватает но а и стульчик очень нужен вообще отдыхаешь с ним прекрасно потому что когда проехал 250 километров попа все-таки подустает надо остановиться на ногах стоять тоже не особо вот эти вот кофры там отвинчивать и прочее открывать стульчик поставил красота покушал поел печенье всяких водички попью потому что чая у меня нету я себе так еще не приобрел эти все горелки эти штуки чтобы чай кипятить это у нас серега мы с ним когда ездим чай пьем но с чем-то было общего и полноценный обед все поеду быстро я показать и приеду но успею нормально все приехал я в казань заехал с трассы это уже дорога в город идет мамадышский тракт остановился прицепить навигатор сейчас немножко отдохнет пятая точка и поеду по казани уже вон там мечети везде стоят вдалеке погода здесь конечно очень чудесная мотоциклисты начали ездить а то все никого не было на трассе вообще ни одного мотоциклиста не видел здесь уже все со мной здороваются все мне рукой машут я уже еду такой немножко полусонный кому-то не успеваю кому-то успеваю сейчас прицеплю телефон у меня на нем специальные веревочки всякие резиночки ну страховка ох какая мне стрекоза сюда прилетела прям вообще как кусок торта все в мухах это я уже помыл стекло и визор ну чё вот этот товарищ прет казанская трасса она вообще две полосы туда две полосы обратно она шоколадная не хватает ему опять либо 6 передачи либо не хватает звезды еще одной ну он прет конечно 120-125 разгоняется но я большой тяжелый поэтому у меня только так 118-120-125 вот так вот это максимум что можно из него выжить я могу выжить если полегче кто-то если такой поклажи тяжелый тогда можно и больше разогнаться наверное но говорю едешь опять вот на такой шикарной трассе где пилить и пилить надо не хватает скорости а так в принципе нормально сам себя ловлю уже на том что вот идешь за грузовиками вроде бы надо 90-100 ехать но почему-то едешь 110-120 ладно все пока это хостел зебра в казани мой любимый хостел но я вам сейчас кое-что расскажу это мои пожитки это мои шмотки пока никто не видит но я в принципе кстати мотоботы даже нельзя сказать что ноги вспотели потому что они слегка слегка такие были горяченькие не сказать что даже влажные просто проветриваю потому что ноги в них меньше потеют чем в обычной обуви намного удобнее эта обувь наколенники надо протереть от мух в этот я здесь постоянно останавливался вот здесь у меня такой уют лампочка из икеи столы из икеи зарядка тут у меня мотокуртка наизнанку увернул а вот она немножко вспотела ну все уже и черепаха вот взял с собой кроссовочки сейчас пойду гулять в ресторан всем привет вот курить тут нельзя но мы не курим это хостел зебра в казани я тут много лет сюда уже езжу но сейчас я приехал и каково было было мое удивление что здесь сменился хозяин вот видите кто там стоит товарищ мой будет ночевать вот там просто на стояночке потому что стоянок платных тут нету никто меня никуда не пустил тут прямо подо мной находится ресторан я туда пойду отдыхать вот здесь у нас сменилось руководство в этой зебре и купили видимо персы они они по-русски вообще не разговаривают я прихожу к ним на ресепшен они через google переводчик со мной разговаривают телефон говори я им туда говорю они переводят но так мы друг друга сложно поняли все таки нашли русскоязычного мы с ним поговорили договорились и я один в таком номере грубо говоря по пятьсот пятьдесят рублей за сутки это еще не самые дешевые есть по четыреста пятьдесят вот но у них как конечно эти вот хостелы они видите тут мало бумаги пакета не было в ведре это уже мой мусор в пакете но мыло конечно тут везде есть вот унитаз такой вот это не знаю то ли ржавчина то ли еще что то короче унитаз нечищенный эта штучка сломана у меня такого раньше не было когда я тут останавливался но я останавливался все время в одиночных номерах душ я принял конечно чудесно горячий душ хороший напор нормальная вода полотенце мне даже дали вот тут фен есть ну-ка работает не работает что надо сделать да можно посушиться хороший фен выключу его подсветочка такая здесь ну вообще здорово я раньше останавливался я за комнату платил две с половиной тысячи а сейчас пятьсот пятьсот рублей огромная же разница и в итоге тысяча сто мне на два дня у меня с собой у меня с собой и тапочки чтобы душ принимать и тапочки ржд купленные в поезде как тут хорошо красота никого нет я им говорю по возможности если у вас мало народу он такой да мало народу я говорю если мало народу будет я вот вам за два дня заплачу вы никого ко мне не в ней подселяйте ладно говорит расплатился все нормально там вот тучки надо мной ладно все сейчас отдохну немножко и пойду к мотоциклу прогуляюсь и пойду в ресторанчик там посижу это кухня прикольно тут там вон двор свежий воздух, прохлада тут вообще классная погода мы желтые Вот она, шумная Казань. Я поел вкусный супчик. На ночь нажираться не стал. Легкий бульончик с курочкой. Так, пойду подойду к своему Монцику. Он сегодня у меня ночует просто на стоянке у дома. Вот хостел. Вон у меня окошки на втором этаже. Где кондиционер висит. На платную стоянку около жилого комплекса меня не пустили. Сказали, не хрен делать. Вот он ночует, товарищ. Ладно, пусть будет. Надеюсь, ничего не случится. В Казани же нормальный народ живет. Все. Сытый, довольный, отдохнувший. Пойду спать. Завтра у меня хороший день. Солнечный. Поездка на остров Слиярск. До следующего ролика. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.